Эта простая утренняя гимнастика направлена на вытяжение позвоночника, удлинение всех мышц, выравнивание всего тела и просто улучшение самочувствия. Уверен, попробовав ее раз, вы остановитесь на ней. Итак, ставим ноги на ширине плеч. Сначала будем вытяжение делать наверх через вдохи. Делаем 10 повторений. Глубокий вдох, тянемся наверх за руками, выдох, руки перед собой. Так, чтобы суставы плечевые работали правильно. Вдох. Вдох. Тянемся и руками, и макушкой, всем позвоночником. Еще глубокий вдох. Насыщаем свое тело кислородом. Постарайтесь проветрить помещение перед тем, как делать гимнастику. Можно вообще с открытой форточкой делать или окном. Выдох. Продолжаем. Все движения через вытяжение на ощущениях. Постарайтесь представлять вот это движение, как у вас между позвонками увеличивается расстояние. Вдох. И длинный выдох. То же самое можно делать через баланс. Поднимаясь на носки. Вдох. Опускаемся вниз. Выдох. Включаем еще икроножные мышцы. Это очень хорошо при плоскостопии. Выдох. Продолжаем делать. Вдох. Тянемся, как будто за руки потянули наверх. Удлиняем себя. Выдох. И еще одно повторение. Вдох. Длинный выдох. Беремся в замок и вытягиваемся наверх всем позвоночником, руками. Представляете, что расстояние между позвонками увеличивается. Макушкой также тянитесь наверх. Шею не зажимаем. Всего держим 10 секунд. Все положения удерживаем на 10 секунд. Руки опускаем через стороны. Начинаем с шеи. Плечи уводим назад. Руку ставим сбоку головы. И опускаем. Тянем небольшое только натяжение. Представляете, что делать это не только головой, а вместе с корпусом. То есть еще немного наклоняйтесь. Почувствуйте, как удлиняются мышцы не только шеи, но и грудного отдела. 10 секунд задерживаем. Плавно возвращаемся в исходное положение. И то же самое левой рукой беремся. Опускаем, ухо тянем к плечу. Самое главное, делайте все движения плавно, осторожно. Дышим свободно, легко. Часто зажимы в шее как раз приводят к головным болям. Мы вытягиваем эти позвонки, вытягиваем мышцы. Делаем глубокий вдох. И беремся за левую руку правой. И удлиняем весь правый бок. Дыхание также ровное и спокойное. Почувствуйте широчайшую мышцу спины, как лопатка отходит от позвоночника. Задерживаем, возвращаемся. Руки через стороны. Еще глубокий вдох. Потянулись. Каждый раз вытягиваемся. Теперь правой за левую. И вытягиваем весь левый бок. Все мышцы удлиняем. Косые мышцы, межреберные мышцы. Дыхание ровно и спокойно. Не задерживайте. Возвращаемся. И также глубокий вдох. Правую руку за голову. Небольшое давление на локоть. И также со всем корпусом наклоняемся. Удлиняем все тело. Это очень хорошая гимнастика для вытяжения позвоночников, для разблокировки позвонков. Возвращаемся. Все через стороны. Ровно. Вдох. Все позвонки могут прощелкать. Выдох. Наклоняемся. Немного головой толкаем руку назад. Еще и включаем в работу мышцы шеи. Плавно вернулись. Руки через стороны. Руку заводим. Правую за голову. И туда же взгляд. И поворачивайтесь вместе с корпусом. Но только постарайтесь таз оставить практически на месте. То есть больше скручиваемся в позвоночнике. Взгляд за плечо. Это очень хорошо расслабляет поясничный отдел. Возвращаемся. Также 10 секунд на другую сторону. Теперь левую за голову. Прямо положите ее на плечо. И взгляд уводим. Дыхание. Не забываем. Не задерживаем дыхание. Дышите ровно. Легко. Возвращаемся в исходное положение. Руки опускаем. Теперь руки заводим за спину. И одна ладонь на другую ладонь. Плечи уводим назад. Отталкиваемся руками. Голову немного. Запрокидываем назад. Взгляд наверх. Подбородком больше тянемся. Больше не запрокидываем, а подбородком. Вытягиваем мышцы шеи, грудные мышцы, плечи. Теперь просто поменяйте ладонь на ладонь. Поменяйте положение. И все то же самое. 10 секунд. Локти назад. Отталкиваемся от спины. Раскрываем грудной отдел. Возвращаемся в исходное положение. Руки аккуратно высовываем. Это еще, кстати, очень хорошо расслабляет плечи. Вдох. Через стороны потянулись. Выдох. Опускаем. Оставляем ноги на ширине бедер. Наклоняемся с прямой спиной. Колени могут быть согнуты. Даже лучше их согнуть. А теперь оттолкнитесь от бедер. И вытяните позвоночник. В этом положении часто встают позвонки на месте. В шейном, в грудном отделе, в поясничном. И просто 10 секунд повытягивайте себя. Только делайте это очень аккуратно. Прям потихонечку. Теперь выпрямляем ноги. И возвращаемся. Выпрямились. Просто очень приятное положение. Ноги ставим шире плечи. Постарайтесь максимально широко их поставить. Но не надо очень широко. Руки через стороны. Вдох. Мы опускаемся правой рукой на левое бедро или чуть ниже. Левая рука наверх. И взгляд на ладонь. Вытягиваем весь левый бок. Чтобы правая ладонь и левая ладонь у вас были на одной линии. Если тяжело так держать, просто сгибайте немного колени. Потом при вытяжении все так же выпрямится. Вдох. Руки через стороны. Теперь левая рука на левое бедро или чуть ниже колена. Не давите на колено. И руку больше поднимайте наверх. Взгляд за рукой. Это так называемый треугольник. Но только мы делаем его в простом варианте. Опускаемся. Ноги еще чуть-чуть шире. И также опуститесь вперед. Оттолкнитесь от бедер. Вытяните позвоночник. Макушкой тянемся вперед. Еще раз. Колени могут быть согнуты. Если не хватает гибкости, обязательно сгибайте. Руки перед собой. Правая внизу. Левая. Поднимаем наверх. Скручиваем позвоночник. Знаю, что у многих не получится вот такая вот линия. И ничего здесь страшного нет. Тоже взгляд за ладонью. Просто со временем эти мышцы вытянутся. И вам будет легко это делать. Возвращаем левую вниз. Правую поднимаем наверх. Отталкиваемся от правой руки. Вот вы можете заметить, что у меня правая рука чуть хуже поднимается. Вот есть одна мышца, которая такая спазмирная. Я ее тоже вытягиваю каждый день. И выравниваюсь. Руки опускаем. Теперь просто повисните вниз. Посмотрите. Аккуратно берем за шею. Мы не тянем за шею. Просто расслабляемся. С помощью рук мы вытягиваем и шею, и грудной отдел. Очень многие в этом положении начинают чувствовать, как тянется поясница, грудной отдел. Прямо на 10 секунд. Также высовываем руки. И теперь всем корпусом идем в правую сторону. Колени также могут быть согнуты. И корпусом немного наклоняемся. Без ощущений какой-то боли или сильного натяжения. Просто делайте это так, как вам комфортно. И не забывайте про дыхание. Теперь мы разворачиваемся в эджи правую сторону. Облокачиваемся рукой на бедро. А правую руку поднимаем наверх и немного прогибаемся назад. В этом положении можно поставить колено вниз или остаться в этом положении. Раскрываемся наверх. Растягиваем подвздошно-поясничные мышцы. Те мышцы, которые гиперлордоз создают. Теперь правую за бедро. И посмотрите на левую руку. Разверните корпус. Не забывайте все время макушкой тянуться наверх. Тоже аккуратно скручиваем. Вытягиваем мышцы шеи, мышцы спины, грудного отдела. Возвращаемся. Также переходим на другую сторону. Сначала ноги прямые или чуть согнутые. Мы тянемся теперь в левую сторону. Вытягиваем весь левый бок. Расслабьте шею, расслабьте плечи. Не надо зажиматься. Поворачиваем стопу, разворачиваемся. Теперь правая облокачиваемся на бедро, а левую поднимаем наверх. Взгляд немного за ладонью. Чуть-чуть прогнуться. Но не в пояснице, именно в бедре. Можно колено опустить в этом положении. Либо остаться в этом положении наверху. Заводим руку за бедро. И тянемся теперь правой рукой назад. Взгляд за ладонь. Удлиняем спину. Это гимнастика, смесь вместе с йогой. Потому что лучшее, что может вытягивать ваши позвонки, это движение из йоги, так называемая асна. Теперь ноги чуть согнуты. Мы опускаемся вниз, просто повисите. Локтями облокотились. Расслабьте шею. Почувствуйте, как уже такое чувство легкости появляется. Все мышцы разблокируются. Позвоночник вытягивается. Руки перед собой. Ползем вперед. Опускаем таз вниз. Отталкиваемся руками. И плечи уводим назад. Но еще раз, не прогибайтесь сильно в пояснице. Напрягите ягодицы. Больше в грудном отделе раскрываемся. Так называемая собака мордой вверх. Теперь отталкиваемся. И прогибаемся грудным отделом вниз. Тоже руками немного оттолкнулись. Колени еще раз повторю. Могут быть согнуты. Ничего здесь страшного нет. У всех разная гибкость. Постояли, подышали. И сделали еще раз так же. Чуть-чуть вперед. Таз вниз. Раскрылись. Очень многим людям не хватает вот этого раскрытия грудного отдела. Потому что мы все время сидим за компьютером. Плечи вперед. Это упражнение очень хорошо раскрывает грудной отдел. Растягивает эти мышцы. Возвращаемся вниз. Собака мордой вниз. Грудью тянемся. Руками немного отталкиваемся. Растягиваем широчайшие мышцы плечи. И возвращаемся назад. Сделаем еще раз вытяжение шеи. Еще раз. Беремся немного за подбородок и за затылок. И просто расслабляем. Не надо тянуть руками. Просто расслабьте руки. У меня в этом положении часто позвонки на место встают. Такие щелчки происходят. Так. Чук-чук. В грудном, в поясничном отделе. Очень приятная разблокировка позвоночника. Руки аккуратно возвращаем. Ноги собираем. На ширине плеч оставляем. И просто беремся за локти. Повисим. Немного повисим. 10 секунд. Колени чуть-чуть согнуты. Живот касается бедер. Шея просто под весом вытягивает позвоночник. А теперь аккуратно возвращаемся. Но только через бедра. Сначала руками на бедро. Бедро. И через согнутые колени возвращаемся наверх. Очень хорошее движение. Встаешь. Хочется раскрыться. Оставляем ноги также на ширине плеч. Делаем глубокий вдох. Потянулись наверх. В замок вытянули позвоночник. Удлиняем себя. Макушкой тянемся наверх. От пяток до кончиков пальцев. Все вытягиваем. Дыхание ровное. Глубокое. Теперь руки заводим на затылок. Немного прогнитесь. Руками облокотитесь на ладони. Локти уводим назад. Раскройте грудной отдел. Тоже очень хорошо раскрывает. Это отличное упражнение для осанки. Чтобы ваша осанка была ровной. После нагрузки обязательно после этой гимнастики почувствуйте, как хочется ходить ровно. Руки через стороны аккуратно. Делаем глубокий вдох. Тянемся наверх. С руками выросли. Выдох. Еще насыщаем организм с кислородом. Вдох. Потянулись наверх. Выдох. Руки опустили. Еще разочек. Глубокий вдох. Всю усталость из себя. Зарядились энергии. Немножко поросли. Можно на носки подняться. И выдох. Руки встряхнули. Все. Это очень простая, но очень эффективная гимнастика. Обязательно ее делайте каждый день. Можно делать и вечером, если у вас с утра не хватает времени. Но просто почувствуйте, как хочется стоять ровно. Как удлинилась шея. Как плечи развернулись. Вам хорошего настроения. Обязательно повторяйте каждый день. Потому что это одна из лучших. Одна из лучших привычек, которые вы можете сформировать у себя. А с вами был Красавин Иван. До новых видео. Пока. Счастливо. Удачи. Хорошего вам дня. Хорошего вам дня. Продолжение следует...